Над пропастью в коммунальной лжи жители дома 101 по Чернышевскому стоят уже не первый день. Сам дом с нескольких сторон окружен ямами с ржавыми трубами. Рабочих не видно. Владельцы квартир пытаются понять, кто должен заменить эти коммуникации и зарыть провалы. В ванной комнате Татьяны Ефремовой полупустые емкости с водой. Пока что бой между жильцами и коммунальщиками проигран первыми в сухую. Где-то середины августа разрыли вот эту яму, которую я на нее смотрю два месяца. Она наполняется водой, постоянно ее прижают, откачивают, она опять наполняется. А в воскресенье выключили воду. У нас вода только холодная, у нас газовые колонки. И приходится вот чайничками, чеплышками. А запасы у вас какие-то? Вот все запасы. Вот вчера была эта самая машина, я немножечко набрала. Сегодня воды нету. Сказали, что в час привезут. Водой делились соседи, но и там пересох источник сострадания. А в воскресенье мы всем табором, всем домом ходили через дом соседний. У них там вывод для полива. Мы вот там набирали воду. Полисадник поливает. Да, вот оно, прям на уровне. А сегодня я пошла, его уже закрыли. Потому что людям это тоже не нужно, они за это деньги платят. Дом 101 уже становился героем экшн-видео в апреле этого года. Правда, сам он был на втором плане. На первом – столб воды, орошающий всю улицу. Как говорят жильцы, борцов к заводу в кранах здесь мало. В основном студенты – квартиросъемщики. Поэтому активисты в меньшинстве. В квартире проживает трое несовершеннолетних детей. Одному два годика. Вы понимаете, что нарушены все санитарные нормы, которые вообще мыслимые могут быть. То есть ходить в туалет невозможно. Кормить детей каким образом? Бутылочка. Я маленького двухлетнего ребенка, которого я обязан мыть два-три раза в день, купать за туалет. А горшок каким этому образом? Я не знаю, как нам выходить, как нам быть. Местный житель Владимир ведет по подвалу. Под ногами сырая земля и мостки из камней. Недавно здесь тоже была вода. Был вот так вот почти воды. То есть это у вас такие отпечатки остались, да? Вот это вот моя комната, подвальная. Все, видите, сколько было воды почти. Вот так вот было залито. Сам же Владимир ситуацию с водой называет мутной. Звоним в управляющую компанию. Они давят на водоканал. Звоним в водоканал, они говорят, это ответственность в управляющей компании. Домом занимается управляющая компания «Очак». Там говорят, что на краю ям видели сотрудников надзорного ведомства. Директора сейчас нет, они вместе с прокуратурой уехали. Только сейчас была прокуратура и октябрьская администрация на доме. Уехали, ясно. Понятно. За него никто... Они вместе с главным инженером, они как раз сейчас решают эту проблему с этим домом. В доме 101 их ждут не особо, потому что с их возвращением в кранах явно не забулькает. Больше здесь надеются на вечерний подвоз воды, хотя в районной администрации обещают, что к этому времени авария будет устранена.